Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Еще несколько секунд вашего внимания, подключиться можно только прямо по айпишнику, в поиске вы пока что сервак не найдете. Самый разбор. Ну поехали, самый разбор тебе, да, хочешь? Выйдите, пожалуйста. А почему вы не выходите-то, я не могу понять, типа, мы выйди, а ты не выйди, да? Я на переговоре. Там, там, стой. Убей его давай, прямо сейчас здесь прикончу. Он уже за территорию наводит. А если я его притащу на территорию, ты его убьешь? Вас обоих убью. А меня-то зачем? Я-то на территорию заходить не буду. Я его кину сюда, тебе на территорию зайдешь. Нет, я его закину сюда через окно тебе, а я тут буду стоять. А ты его убить должен будешь. Не убьешь, уволю, все. Не давайте, пожалуйста, лицензию, убьет еще кого-нибудь. Потом будет отмазываться, типа, лицензия у меня есть и все такое. Я вас прошу. Он кому говорит? Ты мне говоришь? Да, тебе, чтобы ты не давал мэру лицензию. А мне? Не буду ему давать лицензию. Ну все, тогда пусть уходит отсюда. Лицензия на разрыхление ануса. Нападение на гос, расстрел, курение, расстрел. Ха-ха, нифигеть себе. Ладно, ладно, окей, окей. Ладно, нападение на гос еще. Слово диктатора, закон, ОСК, госов, тюрьма. Курение, сука, расстрел. Он так радикально хочет построить здоровое общество здесь, да? Не дома. Так я вон возле дома. Это мисс. Кого? Кого купил? Ничего себе, мисс. Это как ты... Ребят, выпустите меня за 50 тысяч. Если вы не дадите мне дать вам на лапу, я дам вам на рот. Пожалуйста, откройте. Да, я признаюсь в том, что я имел наглость нюхать женский орех. Выпустите меня теперь отсюда. Да я не вам. А меня не волнует, я-то вам говорю. Выпустите... Forever. Я кого обращал? Нет, этот женский орех не нюхал. Его не выпускайте, пожалуйста. А-а-а... В шкафу как он появился? Я тогда взял с собой вот этот в компьютере и пробить вас по... Ну, ладно, там... Пробейте мне печень, пожалуйста, вместо этого всего. Пробейте мне печень, пожалуйста. Пробейте мне двоечку. А можно, пожалуйста? Пробейте мне печень, умоляю вас. Я здесь в камере, дергаю ручку. Какая печень, что ты... Ну, вы говорите, вы пробьете там по компьютеру кого-то, А-а-а... Я говорю, пробейте мне печень, пожалуйста, с двух ударов. Это... Я не к тебе, блядь. Выходим сюда на улицу. В подъезд выходим. Зачем? Ну, выходим, обыск. ПНН. На... Ты стреляешь, ты чё, дэп? Вперед прием. Вперед прием!" О, мне даже интересно. Дарова. Ну что ты делаешь? Зачем ты ФРРП нарушаешь РДМ? ФРРП? Да, тебе оружием пригрозили, сказали выйти. Во-первых, не было угрозы оружием. Ты смотрел именно на гравера, не на меня. Я стоял в конце комнаты, не видел. Потом увидел, что полицейский выстрелил у гравера. Из-за этого я начал стрелять по вам. Ты уже не подчинился приказу, когда сказали, на улицу выходим в подъезд. Бео же тогда сказано было и тебе, и граверу. Мне не было лично, повторяясь. Ты смотрел на гравера и обращался... Я сказал, зашел, выходим в подъезд. Я сказал, выходим в подъезд. Че, там несколько граверов было? Не похоже. Ну я говорю. Я вижу, что ты на гравера смотришь, говоришь, все, не ко мне. У тебя РДМ, поздравляю. Чего еще раз? У тебя РДМ, говорю, ты четырех человек убил. А РДМ где? Ну это как называется. Сейчас скажу. Ты с самого начала допустил нарушение ФРРП. Это было... Это значит, РДМ этого по-хорошему не должно было. Не было нарушениями ФРРП. Ты не подчинился приказу. Повторяюсь. РДМ у меня потому, что я сотрудничал с этим гравером. Хорошо сотрудничай, тебе никто не запрещает. Но когда тебе отдают приказы твоей группы, мы должны выйти. Вы должны выйти по приказу ГОСа, который угрожает вам оружием. Там было больше двух человек. У тебя есть расширенный ФРРП? ФРРП расширенный есть, пожалуйста, скажи. Есть ФРРП расширенный? Я... Чё ты меня перебиваешь? Пожалуйста, послушай меня. Первое предупреждение, отвечай на вопросы. У тебя нету жалобы. Первое предупреждение, отвечай на вопросы. Какое первое предупреждение ты мне удаешь? Какое ты мне удаешь? Какое ты мне удаешь? Если у тебя расширенная ФРРП. ФРРП расширенная. У меня... Повторяюсь, дай мне свое слово сказать. Первое предупреждение было дано. Отвечай на вопросы. Если у тебя расширенная ФРРП... Я смогу чуть-чуть влезть. Можно не надо, пожалуйста, а то это будет балаган полнейший. Он и так нормально говорит. Нет, говори, говори, Владиславик, я хочу тебя послушать. Твоя жалоба, ещё раз, ты можешь разбирать жалобы? Повторяюсь, ты можешь разбирать жалобы? Хорошо, второе предупреждение, ты не отвечаешь на мои вопросы. У тебя есть ли расширенная ФРРП или нет? Если ты в правила сам не залезешь и не узнаешь, возможно, ты никогда не узнаешь. Я задал, я говорю, ты меня перебиваешь. Третье, где у меня РДМ, когда я сотрудничал? Я слушаю тебя. Я тебе уже объяснил, ты должен был по-хорошему выйти на улицу, в подъезд, по приказу госов, которые отдали вам обоим. Повторяюсь, я стоял в конце комнаты. Ты неподалёку от него позади стоял. Лично на меня оружие не было направлено. Вам обоим сказано было, чтобы вы вышли из комнаты. Ты можешь помочь человеку? Почему ты разбираешь свою жалобу? Это сейчас никак вообще не относится к тому, что ты нарушил ФРРП. А, не относится, да? То есть ты разбираешь свою жалобу, говоришь, что это не относится, так понимаю? В данном момент это к моему решению, потому что тебе нужно выдать ФРРП. Никак не относится. К твоему решению? Да, это никак не относится. А ты мне хочешь что-то доказать или что? Я тебе ничего доказывать не собираюсь. Сейчас я вижу у тебя сам РДМ и ФРРП. Но РДМ выдавать я пока не собираюсь, потому что я хочу уточнить у наборки. Будет ли это реально РДМом являться, поскольку сама ситуация из рамок РП выходит, поскольку ты нарушил ФРРП. И будет ли считаться это РДМом, если эта ситуация вышла из РП. И пока я просто попрошу тебя выдать себе 10 минут, и потом дальше уже будет видно. Если я тебя попрошу опять тэпнуться, то скорее всего у тебя все-таки найдут администраторы и РДМ. Подожди, перед тобой, сзади тебя стоит Фантом, он 6-й левел. Пожалуйста, скажи, Вэрфул, то, что он сейчас делает, это саморазбор жалобы? 10 минут. Нет, подожди, то, что он уже разбирает, он уже не может мне выдавать никаких банов. Нигде не написано, нигде не сказано. Если я выдам бан с твоих слов, я не... Стоп, подожди, во-первых, будет снятие, во-вторых, будет бан большой. Не перебивай меня, пожалуйста, пока я не договорил. Тебе, дели, дай, пожалуйста, деть. То, что у тебя голос такой иновышенный, ты не можешь меня перебивать еще раз. Повторяюсь, это саморазбор полный у тебя. Да, я тебе два предупреждения давал во время того, как я тебе задавал один и тот же вопрос. Ну, ты это вообще не можешь держать. Вот, и ты мне не отвечал, пытался как-то перебивать меня, когда я тебе просто вопрос задаю обычный. Прошу тебя на него отвечать. Я дал раз предупреждение, чтобы ты мне ответил на него. Ты не ответил на него. Ты начал говорить про саморазбор и что-то кричать, как пытаться там микрофон куда-то засунуть. И второй раз я тебе дал предупреждение, когда ты снова не ответил. Соответственно, у тебя к этому 1,9 добавляется также 3 часа за 1,38, то есть неадекватно. НАТО администрация не может разбирать свои жалобы. Ты мне про правила будешь рассказывать, когда ты 600 часов на серваке наиграл и не в состоянии понять, что значит правило неадекватно, как оно выдается? Ты серьезно? Прекрати, пожалуйста, из себя строить, хер пойми что. У тебя за 70 часов не выработалось одно правило, что убрал бандита. У него есть расширенная ФРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР я сейчас тоже такое буду хуже прибивать повторяли страшно не включай пожалуйста такой же голос да включай пожалуйста не страшно на оскорбление администрации давай че еще какое скрывает им еще угнетай будешь за мой голос игра не включая такой же волос как у меня мой угнетай почему по голос какую-то полосы что ты несешь нет я стал не включать такой же как у меня голос типа мне очень страшно. Он решил что-то у меня там найти из нарушений. Очень страшно. Я могу понести доказание, но, к сожалению, тикет отправится в эту же секунду. Ты меня напугал тикетом еще сильнее. У меня паническая атака началась. Очень сильно. У меня началась паническая Натаха. Мне очень страшно. Паническая Натаха, да. Очень смешно. Шутишь, лучше меняйте. Потому что лучше тебя я шучу, я не сомневался. Всем ВВ. Лицензию мне надо на разрыхление ануса и на ношение оружия, пожалуйста. Давайте 2 доллара. Хорошо. Сейчас дам. Спасибо. Держите. Все, теперь я могу легально разрыхлять анус. Лицом к стене остановимся. Раз. Лицом к стене остановимся. Два. Лицом к стене остановимся. Десять тысяч на пол. Раз. Десять тысяч на пол. Два. Десять тысяч на пол. Уйди. Скидывай давай десятку. Все. Забудь меня. Гля, ну тебе сказали уйти, но что ты русский не понимаешь. Типа, тебе зачем смотреть на это? Вы оставили свидетеля, так понимаю, после... Нет, я не убил. И ой, что там? После грабежа... Расскажите полную ситуацию, пожалуйста. Хорошо, я ограбил человека. Вот. В середине ограбления, когда человек мне уже деньги скидывал, прибежал он, посмотрел. Я его попросил уйти, пригрозил ему оружием, он ушел. Вот. В конце ограбления он вышел с другой стороны туннеля, в котором я ограбил. Вот. Я ему сказал, типа, нахрен ты сюда приходишь смотреть тебя, типа, делать больше нечего. Я пошел дальше. Я его прогнал. Я сделал то, что, как бы, от меня требовалось. Ну, если человеку просто в кайф вот так стоять, получается, якобы, быть свидетелем ограбления, типа, с какой целью ты наблюдаешь за этим? Ты ни ментам не доложил даже после этого? Ничего не сделал, как я понимаю. ТРП путем, вроде бы, решается. Ты увидел, как человека грабят, ты можешь доложить на это в полицию, меня проверят, узнают что-нибудь, не узнают. Я оставил свидетеля, как бы, не по своей воле. Я, как бы, я, что надо от меня, то и сделал. Все равно ты не попытался меня не подкупить, чтобы я никому не рассказывал. Секунду. Я тебе сказал один раз, уйди отсюда. Подожди, но я тебе сказал один раз уйти отсюда, ты ушел. Откуда я знаю, что ты, ну, вот такой непробиваемый человек, который пойдет с другой стороны смотреть? Типа, для чего? Я назад, как бы, не смотрел до тех пор, пока я не ограбил. Откуда я... По поводу уйти я не услышал, может быть, я раньше убежал. Значит, видишь, что увидел ограбление, ты убежал сам. Дальше какие вопросы? Че, мне за тобой бегать теперь, что ли? Я человека граблю, он стоит лицом к стене. Мне какой резон вообще за тобой гоняться? Тут все равно, я свидетель твоего ограбления. Ты даже не решишь меня никак не подкупить, не пригрозить, что расскажешь кому-нибудь, я тебя найду, или там че-нибудь, че. В сути, просто оставил свидетеля ограбления живых, ничего ему не сказав, просто сказал, уйди отсюда. Я тебя просто прогнал с оружием, ты ушел, ушел, все. Че мне тебя догонять, еще деньги тебя, деньги в тебя кидать? Издеваешься, может быть? Все равно я стал свидетелем твоего, твоей гривенной деятельности. И что дальше? Ну, то есть, тогда по такой логике, даже если бы я тебе деньги дал бы, ты бы все равно жалобу подал, аргументируя это тем, что, ну, я видел, как ты грабил, даже если ты мне деньги дал. Дальше что? Я тебя прогнал, я тебе пригрозил оружием, ты сказал, уйди отсюда. Нет, ты меня подкупил, никому ничего не рассказывал. Вопросов никаких бы даже не было. Да ты и так, и так никому ничего не рассказал. Это чья проблема, моя или твоя? Я от себя, что требуется, то и сделаю. Тебя пригрозил оружием, сказал уйти отсюда, ты ушел. То, что ты начал просто бегать за мной потом после этого, типа, для чего? В чем, какая РП причина того, что ты это все делаешь? Никакой. То, что ты не ушел, когда оно тебе сказали, я не знаю, на что ты напрашиваешься, на перестрелку просто так. По мне стреляться, как бы, неохота с суперимбалансными профессиями на серваке, где баланса нету от слова совсем. Но потом я вижу его, уже я без оружия выхожу. Че он там расскажет? Ну пусть идет рассказывает, и ТРП момент. Че, такого не бывает, что типа, свидетель ограбления пошел докладывать? Вы, по идее, должны устранить свидетелей. Ну я тебе его как устраню? Вот сколько у него ХП хотя бы, ты мне скажи. Каким образом я его устранять должен? Устранять или же подкупать, или же просто... Не, ну видишь, 300 на 300. У меня 17 на 0. Как я тебе его устранять-то, бля? Это, это, как бы, да, это, как бы, никого не волнует, но все же. Я могу как устранить, как угрожать свидетелю, так и отпустить его. Я вот вбил слово свидетель в поиске по словам, в правилах. Что думаешь насчет этого? Вместо того, чтобы пойти, как свидетель на меня жалобу какую-то подать в госорганы, сказать, что я свидетель ограбление, как он грабил с таким-то, таким-то оружием. Пожалуйста, проверьте его, обыщите, сделайте что-нибудь. Он тут же побежал катать жалобу. А до этого, ну, до жалобы он просто бегал туда же, куда и я хожу. То есть, в одном и том же месте там, примерно, ходил. Типа, для чего? Я не понимаю просто. Если он навязывается таким образом на перестрелку, мне она, ну, она, как бы, в хуй уперлась. Потому что у меня 17 ХП, у меня денег особо нету. Если я полезу 17 ХП на челика, у которого профа 300 на 300 ХП брони, но это будет либо ПГ, либо ФРРП. Я переоцениваю свои возможности в данный момент. Оно мне нахер не нужно. А в правилах по свидетелям я не нашел такого-то, что вы прям обязаны убивать людей, вот этих, кто видел какое-то преступление. Я могу как пригрозить, так и убить человека. Либо вообще отпустить его. Я же, понимаешь, я же не намеренно это, граблю его. Типа, идите все сюда, смотрите, я граблю человека. Ну, вот он пришел сам туда. Я его сам оттуда и прогнал. Он ушел оттуда. Я от себя, что требуется, в РП плане сделал. Я прогнал его. То, что он опять лезет смотреть это ограбление, когда ему оружием пригрозили, ну, как бы, к нему вопросы. По идее, это раскрытие крем личности будет, если он никак не решит. А как я решать это должен? Я вот тоже не понимаю, как он должен это решать. У игрока очень много ХП. Подожди, у тебя профессия, которая по лору, вот, имеет многочисленные связи в действующем правительстве. Это вместо того, чтобы ходить, как-то докладывать на меня, ты просто предпочел побегать за мной, посмотреть с другой стороны и подать жалобу. А почему ты это РП путем не решаешь? А, точно, ты же, как и большинство игроков этого сервера, берешь профессию тупо потому, что у нее 300 на 300 ХП и брони. Точно. Я забыл. Я забыл, извини. Я забыл, что тут люди не знают, что такое РП. Хотя еще может быть разница, какую профессию я беру. Подожди, ты взял профессию, у которой есть определенные плюсы, да? Возможно. У тебя написаны способности профессии твоей. Помимо ФРРП от трех человек, да, я знаю то, что ты пообузить решил этим ФРРП своим расширенным, как и 90% игроков этого прекрасного сервера. То, что ты пообузил этим ФРРП таким образом, что тебе сказали уйти, ты прошел посмотреть с другой стороны. Ну, типа, гений, молодец. Че еще сказать? Я склоняюсь больше к тому, что нарушений тут не будет. А, Серый Кардинал, ты специально это делал, то, что наблюдал за этим? Ну, а как еще? Типа, ему сказали уйти. Поскольку у него ФРРП от трех человек, он ушел, но пошел посмотреть с другой стороны. Как тут еще, если не специально? Человек, ну, знал, за какой профон играет, знал то, что она может и не может, и таким образом так вот пообузил ФРРПшечку свою, чтобы из меня еще нарушения выйти. Вместо того, чтобы по РП это решать, он от меня требует РП, а сам не пошел отыгрывать его нормально. Типа, какие ко мне вопросы? Ты сам сначала разберись, как ты играешь. Есть такое. То, что я с тобой стреляться не пошел или денег тебе не дал? Ну, так, подожди, ограбил бы меня сам. Че тебе запрещает это делать? Подошел бы, сам меня ограбил. Я б тебе деньги отдал спокойно. Мне гребежи в кайф не даются. О, боже. Но зато тебе в кайф дается на херню всякую жаловаться, да? Которую ты сам не доиграл нормально. Да, конечно. Сделали не так, как я хотел и не так, как я ожидал. Я постою молча, пока не дождусь, пока человек не угадает, что мне нужно от него. Я не буду доволен, тогда я подам жалобу. Да, прикольный ты чел, прикольный. Типа, я че, телепат, по-твоему? Должен был угадать, что тебе нужно? Я тебе то, что от меня требовалось сказал. Уйди отсюда с оружием в руках. Ты взял, ушел. Какие вопросы? Ты сказал бы, нет, не уйду у них. Откуда ты можешь бы РП, когда раз так задеваешь, знать, сколько у меня ХП и вообще в чем у меня с профессией. В смысле, откуда я могу знать? Ты только что на жалобе сказал, сколько у тебя ХП. Все равно. По РП ты этого знать не можешь. Слушай, я просто мозгом достаточно обладаю, чтобы понимать, с кем можно тусить и с кем не нужно тусить с оружием. Мой вердикт от игрока Гахард Лайк, Путин нарушений не будет. А сейчас я вам немного расскажу про байт, на который я недавно наткнулся и начал активно использовать на серверах. Он работает на все 100%. На Дарк РП существует такое прекрасное место, как тюрьма. Туда попадают люди за разные правонарушения, которые указаны или же не указаны в законах города. Не указаны они могут быть, потому что это может быть какой-либо базис. Ну, например, какое-нибудь оскорбление сотрудника при исполнении хулиганства или же порчи имущества. Вот последние два, они, наверное, попадут в этот список, только если на серваки не предусмотрены штрафы как таковые. Ну, а первое вполне себе уверенно подходит, потому что такой пункт даже указан в правилах. Запрещено оскорблять полицию ради какой-либо реакции от нее, будь то погоня, перестрелка, арест, обыск, ну и так далее. Ну, а в тюрьме огромное множество людей, которые сидят там якобы ни за что, полиция плохая, и, естественно, они говорят это все в оскорбительном формате, и зачастую говорят они это тем, кто присутствует там в данный момент. Смысл игры на этом серваке, значит, кроется не в том, чтобы бесконечно сидеть в тюрьме, а наоборот выйти из нее как можно скорее путем выкупа, ну или же просто пока у тебя срок пройдет подождать. Соответственно, набивать себе новые сроки за оскорбление полиции раз за разом не имеет никакого смысла по РП, об этом стоило сказать вначале, на этом же и закончить, а не распинаться тут хуйку гору времени. Будет это нарушением правила нон-РП, и оно, кстати говоря, стакается, иначе бы это не было байтом. Находим какую-нибудь обезьяну, она нас начинает оскорблять, мы ее арестим, и так до тех пор, пока не будет точка невозврата. Именно от пяти нарушений на этом серваке работает правило рецидив, и человек уже получит за пять нон-РП не пятьдесят минут, а неделю. Не заслужил, блядь, уважаемое место иметь. Шо вот я говорю? Да я сам решил, уходить мне или нет. Че ты там, блядь, я все нахуй. Оскорбление госсотрудника. Я все нахуй. Ты как это оскорбил, блядь, сучонок, елбарь? Полиция, меня просто так арестовали. Можете, пожалуйста, отойти. Да, он всех арестовывает, он отставит. Отойди. Просто, правда, я... Я его спрашиваю, а почему? Попытка побега. Я обранное меня просто запихнити. Попытка побега. Он всех подряд арестовывает, он всех подряд арестовывает, он, блядь, отставит. Все к стене подошли, все к стене подошли. Лицом к стене встали, лицом к стене встали, все. Сука, нетрезвая за хуйня. Нетрезвая хуйня, я тебя в город выпустила. А вот я вам говорил, где... Да, 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 блядь, попука, я бы туда мусорила, ебарь. Салуй. Оскорбление госсотрудника. Сейчас он еще раз сядет. Сокол, сокол. Абсолютно сокол. Зашли, блин, чмошники какие-то. Оскорбление госсотрудника. Сколько у него в GTA 5 фритайзеров? Наверное, уже три штуки. Один фриарест. Вон, похуй. Какой фриарест? Что вы несете? Я в GTA 5 РП просто говорила, что-то нарушил, блядь. Какой GTA 5 РП в тюрьме? Какой GTA 5 РП в тюрьме? Объясните, пожалуйста. Да я играл в GTA 5 РП на воле, блядь, там был нахуй лкаш. Я не играл в GTA 5 РП, я это расценивал как личное оскорбление. Не подходите к двери, пожалуйста. Давай, я бы тарап системы с ебался отсюда. Тут так много уважаемые люди сидят. Оскорбление госсотрудника. Ну что, каким? Да, лкаш ебался. Сидит, но... Брюзы колебался. Оскорбление госсотрудника. Ну так, за языком надо следить, отсидишь нормально и все. Как ты за языком заебался? Так я-то слежу, понимаешь? Я-то просто арестовываю за нарушение всего-то, а вы горите с этого. Иди попьем, я бы ты сиди. У стены всем лицом стою. У стены лицом. Не обязан быть, че ты пососешь. Неподчинение, оскорбление. Не дергай двери. Дверь нормально закрыта. Не дергай двери раз. Не дергай двери два. И как вам условия содержания в нашем водорезвителе? Пройдите все внутрь помещения лицом к стене. Встаньте, раз. Оскорбление, неподчинение. Как я легко рецидив ему набил. Охренеть можно. Слушай, мы с тобой прекрасно срабатываемся. Офицер. Шериф. Привет. У меня жалоба на рецидив у человека. Посмотри, пожалуйста, сколько раз я арестовал человека с ником... Сейчас скажу тебе, каким. Он National Socialist. Я его очень много раз арестовывал. Все это причина тому, что он меня, получается, постоянно оскорбляет. Вот. И тем самым провоцирует госов на реакцию, даже сидя в тюрьме. То есть на повторный срок уходит постоянно. 11 раз, да, я его арестовал, получается. Да, конечно, тэпой, тэпой. Как еще? 11 раз я его арестовал, сука. По факту у него 2 рецидива. Это, то есть, 2 недели бана. Уже по-хорошему. Но рецидив не стакается. Поэтому можно 1 раз его за рецидив откинуть. Еще раз за рецидив. И еще раз за НОНРП. Заодно. То есть 2 недели и 10 минут. Провоцировал госов в тюрьме, да. А еще, короче, он что-то настолько просто у меня надоел уже, блин, у меня уже спать хочу, короче. Ну, поспишь недельку. У него этот... В общем, короче, что-то он в камеру заходил. Вместо того, чтобы там ставить сок сене, я просто сразу тазерил и арестовал. Потому что ты не подчиняешься моим приказам, и мне надо за тобой будет постоянно с тазером бегать. Не, я не признаю. Логика в Сратово Дарк РП такая, что админ, когда он принимает жалобу, видит то, что человек признается в своих нарушениях, а он именно это и сделал. Он вначале сказал то, что да, я провоцировал госов. Немного потом админ у него спрашивает, а признаешь ли ты эти нарушения? И он говорит, нет, не признаю. После этого, я не знаю почему, по каким не писанным правилам еще на этом серваке, жалоба не может быть продолжена, пока я не покажу демку. Я демку не показываю, прошу, чтобы просто закрыли это до жалобу, ничего ему за это не делали, потому что потом я ему сам все выдам. Блядь, ну у тебя уже рецидив выходит, зачем еще обманывать кого-то? А кого я обманывал? Я просто не признал нарушения, че. Ну подожди, ты не признаешь нарушения, значит ты говоришь, что такого не было. Хотя ты до этого только что сказал, что да, да, было такое, это как понимать? Я не подумал, я бы то. А сейчас ты что, подумал что ли? Сначала. Че, просто, типа я не признаю и все. Но ты сначала сказал то, что да, было такое, и ты пересказывал ситуацию про то, что я тебя тазернул. Это как раз к тому всему и относится. К 11 разам. Тогда за что я тебя арестовал 11 раз? Скажи, пожалуйста. Я не помню. Смысл это все разбирать, если у него уже рецидив подтвержденный. Че, он реально будет сейчас демку запрашивать после того, как чел сказал то, что да, было такое? Но человек сам вначале подтвердил это, в чем проблема-то ему выдать. Сейчас-то он это отрицает и доказать это как-то надо. На демонстрации нет ни у кого. Ребята, у Суаза имеется на демонстрации только доказательство одного нарушения на НРП. Не надо за это одного выдавать. Не, не надо, не надо. Ну смотри. Не надо, не выдавайте это. Вышел, вышел, раз, вышел, два, вышел, три. А вот этот стоп-кадр для тех, кто вечно думает, как бы докопаться в моих роликах до того, что я делаю. Наверное, сейчас они подумали то, что я слишком быстро отчитал ему три секунды. Но, посмотря на этот скрин, вы поймете то, что отчитывал я около трех-четырех секунд. А значит, если я отчитываю больше трех, то я могу делать все, что захочу. Затем он подаст на меня жалобу за фритайзер и чуть позже взорвет какого-то маньяка за то, что тот к нему вломился в квартиру, взломав каким-то образом дверь. Но небольшая поправочка, маньяк не умеет взламывать двери ПРП, у него нету отмычки для этого. Он этим не занимается совершенно. У него занятие другое, и вы все знаете какое. Не на приколе выходи сюда. Да он даже не успел, алло. Ну, хорошо, извиняюсь за этот тазер. Но все же вы были не дома, когда я здесь заходил. Будьте зато арестованным. Я хочу за ним поспекать. Затем его админ забирает на жалобу, которую он подавал на меня за тазер. И он просит админа, чтобы тот проследил за мной, ибо я буду делать сейчас какую-то фигню, что-то типа саморазбора. Откуда они саморазбор какой-то и здесь успели высрать вообще, я правда не понимаю. У них он просто в голову въелся. Понаблюдай. По-любому бред будет происходить. Ну ладно. О, здорово. Зачем он нужен-то? А, да все, у меня вопрос к нему. Все, не отвлекаю тебя, если у вас жалоба была. Короче, вопрос такой, а зачем ты минами-то чела убил? Ну да, с лэмками-то его убил просто так. Как я понял. Там звука просто не было. Никто ничего не говорил. Защищал частную территорию молча, не попросив его выйти. А как он к тебе пробрался-то? Ну, я разберусь уже. Можно не присутствовать тут. Я же говорю, я уже все. Если у вас жалоба, то все. На меня, а я тут, причем, я-то в спеке смотрел. Так ты не подчинялся в тот момент. И когда, получается, ты уже начал выходить, я досчитал до трех и ударил по тебе тазером. Это произошло в один и тот же момент. Но до этого ты стоял просто у себя на месте. Я же тебе сказал то, что ты стоял у себя до этого на месте дома. Потом уже, когда три подходила к счету, ты начал двигаться. И я в этот момент по тебе ударил тазером. Я потом сказал, извини за тазер. У тебя выходит арест за то, что ты был не дома во время комендантского часа. И я тебя за этим видел. Но я, при чем тут, если ты не отреагировал? Я тебе дал команду. Там было три человека вооруженных. Ты какое-то время стоял. Я сказал, вообще-то, про тазер. То, что, ну, типа, нехорошо получилось. И все. Я арестовал тебя не за то, что ты не подчиняешься, а за то, что ты не дома в комендантский час был. В смысле, ставить лицом к стене, считая три секунды, как ноль с половиной? Ну, подожди. Тебе отсчитали. Тебе дали команду. Тебя ударили тазером тогда, когда ты начал двигаться. А тебе сказали то, что, ну, вот такие дела, извини. Тебе не приписали ничего такого, что ты якобы не нарушал. Ты нарушил закон, который запрещает находиться в качении дома, и тебя за него арестовали. Я же попросил, ну, уйди, пожалуйста. Мы уже с человеком сами тут разбираемся. Или хотя бы как два. Я не перекрыл тебе проход, понимаешь? Нет? Я лишь зашел, когда тебя пытался вытащить оттуда. То есть, если бы ты не стоял, если бы я видел, что ты даешь какую-то ответную реакцию, я бы там не стоял, понимаешь, на проходе. Так вы стояли или нет? Посмотрели они демку и поняли то, что время, когда он решил пойти навстречу госам, и тогда, когда я закончил отчитывать совпало, и в этот момент я ударил по нему тазером. И тут, соответственно, фритайзера нету. Да и тем более, я нормально отчитал 3 секунды, даже более чем. Я не стоял прямо на проходе изначально. Я только подошел поближе, когда уже начал считать 3. Насчет 3. Я ударил по нему тазером. И, естественно, после того, как админ подтверждает, что у меня нету нарушения, он пишет об этом в чат, я уже могу приступать к разбору ситуации, которая меня интересует, из-за которой я просил его тэпаться, а именно вот этот маньяк со слэмками, который якобы к нему вломился в квартиру. И я на правах админа, который разбирается с этой ситуацией, вправе попросить других администраторов, чтобы они не мешали проведению моей жалобы. Мешать могут обычно какими-то комментариями, которые вообще неуместны, какими-то отдаленными от темы жалобы разговорами. В общем, всем тем, что мне будет мешать на протяжении всей жалобы наладить контакт с нарушителем или с тем, кто подал жалобу. Я надеюсь, я понятно это объяснил. В итоге на моей жалобе они начинают обсасывать прошлую ситуацию, в которой подтвердилось, что у меня нету никаких нарушений. Я несколько раз прошу, чтобы человек, который был за админа, ушел отсюда, чтобы он пришел потом попозже, может быть, если он хочет с ним поговорить на этот счет. Это же то же самое, когда вы чем-то занимаетесь ИРЛ, чем-то вот прям занято, увлечены, и то, что вам нужно и интересно, и человек начинает под руку пиздеть, мешать, из-за чего у вас падает концентрация, все из рук валится, вас отвлекают, вам это не нравится. И вы, естественно, просите человека не мешать. Так вот, я делаю то же самое. Но на борке четвертого уровня на это было по боку. Он решил дальше обсасывать прошлую ситуацию, давать мне какие-то советы, ремарки, поправлять меня и, в общем, просто отвлекать от моей деятельности. К сожалению, не будет нарушений. У меня все же к тебе вопросик. Я сейчас... Да, логика нормальная, просто, ну, правила тут такие. Что ты сделаешь-то с правилами? Ладно, все. Мы тебя больше не задерживаем. У меня вопрос все же по поводу слэмки. У меня вопрос по поводу слэмки как бы остается открытой. Все. Давай не отвлекаться, пожалуйста. Я тебя попросил тэпнуться. У меня вопросы к тебе. Все, тебе админ сказал. Жалоба закрыта. Я вам уже сказал насчет слэмки. Но я наблюдал за ним. Он ничего никому не говорил. Он просто загородил с собой проход и взял взорвал человека. Скетель пиши в ПМ Китману. Если скажет нарушение, то кидай ЖБ в ДС. Ты на вопрос мне ответишь или ты будешь дальше на какие-то отдаленные темы разговаривать? У тебя в квартире, я посмотрел, демка такая. То, что ты загораживаешь проход. Ты загораживаешь. Ребят, можно, пожалуйста, уже на нашу тему, о которой я говорю, разговаривать, а? А не по поводу этой жалобы неудавшейся. У меня на демке ты человека не выпускаешь из своей квартиры и взрываешь на минах, на слэмках. Вопрос, зачем? И как к тебе пробрался маньяк, у которого для этого нету никаких средств для взлома? Ты его там не закрывал. Хорошо. В чем проблема была выпустить человека, а не убивать его? У него в руках было оружие какое-то? Он тебе как-то угрожал? МБ киллзона. К киллзона. Ну как он тебе взломает дверь? У маньяка есть отмычка для этого? Маньяк рейдит? Ну, что за бред? Вот демка еще раз. Пересматриваем. Ты его блочил у меня на демке. Я тебе еще раз говорю. Ты не давал ему нормально выйти. Ты стоял на проходе. Молча это все делая. Причем и ты, и он. Как он тебя зарейдит? Это маньяк. Что ты мне рассказываешь? Как тебя маньяк может зарейдить вообще? У маньяка нету никакого средства для взлома. Нет, я просто вижу здесь нарушение правила. Я сейчас попрошу человека, чтобы он сам себе добровольно выдал. Хорошо, ты открываешь свою дверь и видишь там человека. Ты можешь его попросить выйти, но вместо этого ты берешь и взрываешь его. Попутно не давая ему выйти туда-сюда, бегая вдоль прохода. Это нормально типа по-твоему? Не, ну похуй жалуется он-то. Да, я тоже буду похуй докапываться. В чем проблема? Хорошо, раз для тебя это нормально, то я сейчас посмотрю, какая форма тебя ждет. И выдам тебе эту форму, чтобы ты себе выдал наказание. Причем тут вообще скрипача пересмотрел. Мне это как-то мешает нарушение рассматривать. Кидай уже форму. На саморазбор. А на какой собственно саморазбор? Почему ты бред какой-то несешь? Саморазбора нету. Что ты бред несешь какой-то? Саморазбор. Я-то тут каким вообще боком? Если я за тобой наблюдаю в спектейте, как я участвую в этом идиотском процессе? Гахард Лайк Путин, выдай уже форму, не обращай внимания. Гахард Лайк Путин, я сейчас его верну. Зачем его возвращать? Я тебя попросил просто не мешать, не надо его возвращать куда-то и всякое такое делать. У вас если же Б, то подай ее для начала. Какая же Б, я тебя попросил просто уйти отсюда, но что непонятного, ты не понимаешь русский язык? Я тебя попросил, уйди, я у человека нарушение нашел, я ему пытаюсь объяснить его нарушение. Ты у меня, ты тоже стоишь, выписываешь мне что-то постоянно. Нормально может быть у тебя все, нет? Хоть меня отвлекать уже, насколько можно, правда? Окей, как знаешь. 25 минут у него, выходит 1.25, плюс 1.5, бай, гол, хард. Баннер СТ и Эльем нижнее, подчеркивание 0, 1, 452 миллиона 510. Вот форма, выдавая себе наказание. Я попросил его уйти, он в кулок ушел. Я тебе сказал, бодиблок, пассет шабус и фрекилл. Я тебе уже объяснился. Пишет, 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 пишет. Типа, я его не вижу. Че он за него так отцепился, за этого игрока, я не могу понять. Че их связывает, помимо анальной связи? Форма неправильная. Да без проблем. Сначала в конце своей формы я написал свой ник, потому что всегда так раньше все делали на этом серваке, и проблем никаких не было. Но тут он вдруг выходит из клока, о как же неожиданно, и говорит о том, что форма неправильная. Думаю, ну раз неправильная, значит вместо ника, наверное, надо указать свой Steam ID, потому что я донатный, я могу ник в любой момент поменять. Но эта форма тоже оказалась неправильной, и сейчас узнаете почему. Вот другая форма, прописывай. Ну, в чем она неправильная? Так я дал форму с ником, ты говоришь, неправильно. Ну вот форма с ником, еще раз. Да какая разница, че ты мне мозги ебешь-то, блядь? В обычный чат, не в обычный, сколько можно нахуй? Дал первую форму, ты говоришь, неправильно, дал вторую. Какая разница, в какой чат вообще? Че ты до меня докопался? Да я тебя попросил, нормально, просто не мешай, не трогай меня, отстань уже, уйди с моей жалобы. Сколько можно уже, блядь? Я вот не пойму, ты русского языка, может быть? Жди, жб, удачки. Подпиздец какой-то. Жди, жб, удачки, ты, сука, конченый, блядь. Я дал первую, получается, форму, которая была правильная с моим ником. Он говорит, неправильная форма. Я говорю, ладно, хорошо, тогда со стима-эдишником дам. Я дам, ну, хорошо, я дам тогда со стима-эдишником, мне не трудно. Он говорит, она тоже неправильная. Ну, раз она неправильная, ты скажи, какая правильная будет? Я у него спрашиваю, какая тогда правильная будет? Как минимум ник нужен. Так это была первая форма, которую ты забраковал. Я говорю, ну вот она с ником. Ну тут тоже неправильно, что ты ее в чатный. Сука, какая разница, блядь. Ему главное форму увидеть, скопировать и вставить. Че ты мозга ебешь? Попросили нахуй нормальной, но не лезь ты, блядь. Жди, ЖБ, удачи. На что ты обиделся, блядь? То, что я знакомого твоего забанил? Дебилоид, блядь, какой-то, ебогу. Сука, дамя, кусок. Что это за залупа четвертого уровня? Мне прям интересно стало, что это за фрукт или овощи. Я даже не знаю, это какое-то оно наборное четвертого уровня. Я решил посмотреть за его жалобы, что он там вообще делает. Я ни звука не издал, никакого комментария, ничего. Он в итоге и на это обиделся, сука. Я даже не понял, почему, что я ему сделал такого. Ты предупреждал, не предупреждал, я не помню. Ты мешал проводить, это можно было догадаться. Я спрашивал у... Не хочу, чтобы он... Чем вызвана такая избирательность? Я, суперсолдата, законные, что ли, там слышал, и ты берешь просто, ну, орешь. Я не понял, зачем ты и для чего. Че? Не слышал за него, получается. Я, это сосал, все это, блин, пока я пока был. Ну, я простою. Я, ты, 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 ты. Можете мне, пожалуйста, какую-то идею? Ну, ты, почему мне? Хорошо, кикни, давай. А чем вызвана такая избирательность, вообще, мне просто интересно. Я стою, просто игру свернула, ты мне берешь, таскаешь. И себе придешь кик. Не, 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 не надо, дурашка. Дурашка. Тебе сказано уйти. Пусть ты, пусть ты, пусть ты. Что я сделал такого тебе? Что я тебе сделал? Пусть солнышко стоит, пусть стоит. Прости, пожалуйста, его, не надо, не бей. Не надо. Да я там в том-то и дело. Да я и не говорю, ты меня сам берешь, провоцируешь, зачем? Если бы он говорил, в чат хотя бы пришел. И что, блядь, что я сделал тебе нахуй? Я стою молча, просто, в ноу-клипе. Все, не надо, пусть он стоит, он молчит, в принципе. Он сюда пришел и свернул игру. И что, мне что, игру свернуть нельзя? Пусть он будет, главное, молчать, и все. И что дальше? Да не, пусть сделает, как хочет, как бы. Я, в принципе-то, не особо против, просто мне интересно, что за отношение такое, как к недочеловеку какому-то. Вы как бы разбирайтесь, я просто в воздухе стою, и все. Меня это все в один момент доконало, и я начал шерстить правила на предмет его нарушений, потому что там уже набралось достаточно много, как я подумал, и не ошибся. Нарушения были следующие. Первое правило, это помеха жалоби. Я его несколько раз просил не встревать, не мешать, уйти, потому что он буквально своими какими-то вставками, изречениями создавал помех. Второе правило из администрирования запрещает администрации ниже старшей, угрожать другим игрокам баном, киком, мутом, ну и так далее. Он же это прямо и сделал. Он кинул угрозу, если не уйдешь отсюда, придешь еще раз, я тебя кик. Третье нарушение тоже исправила администрация, которая запрещает вам вмешиваться в разборку другого админа. Он это прямо и делал, его несколько раз просили убрать свои комментарии, убраться в принципе с жалобы, но он этого решил не делать. Четвертое нарушение это правило 1.5 АДМа. В его полномочия вряд ли входит то, чем он занимался последние 15 минут. Плюсом еще таскать меня по админзоне из-за обиды какой-то на что непонятно, ну ладно, это уже как удобно, хочешь нарушить больше, вперед. И вот это вот докапывание с правильной, неправильной формой, я правда не понимаю смысл всего этого. Единственное, что мне приходит в голову, это то, что он хотел от меня получить какую-то ответную реакцию, чтобы потом этой реакцией можно было бы оперировать, типа жалобу подать за неадекватное мое поведение в админпрофе. Вот такую херню, что он вытворил, вот такому бы ублюдку сошло бы с рук абсолютно спокойно. Он бы так бы дальше продолжал бы бегать, байтить кого-нибудь из админов на нарушение. Того, кто ему не понравился, непонятно даже по какой причине, понимаете? Но в этот день невезучий для него, ну точно не в ту жалобу ты свинья вмешалась. И поэтому я нашел одно интересное правило 0.19. Провокация, подталкивание к нарушению правил проекта запрещены. И да, там написано то, что спровоцированный нарушитель не будет освобожден от ответственности, поэтому да, выдавайте мне за неадекватное поведение в админпрофе, я и слова против не скажу. Ну а у нашего наборного обижулькина получается рецидив, неделя бана, а еще одно прекрасное дополнение на этом серваке. Если наборный получает рецидив, то он слетает с администраторки. Пока он раскидывал сообщение, мол уйди отсюда, либо я тебя кикну, он вроде бы был каким-то грозным, но потом в итоге, перед тем как его банить, он стал каким-то сжиженным, поэтому никакого с ним интересного контента, срача и перепалок не будет. У тебя три адм нарушения, и другие два, это 1.44 и 0.19. Бан, 1.1.48. Всего доброго. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Санчо, Никита Юхимчук, Корни Девил, Илья, Гольфбелл, Юрий, Бенни, Делар, Айтвальс, Кирилл, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан Франчиско, Никита Булка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Испада, Латук, Копи Дит, Андрей Муратов, Рью Сташ и Спарки. А также остальным ребятам у вас на экранах. Субтитры создавал DimaTorzok